В рамках новой модели пассажирских перевозок в Тверской области сохранят все действующие маршруты общественного транспорта. Решение было озвучено на совещании, которое провел губернатор Игору Дыня. Что нужно знать об изменениях после перехода на новую систему и каким будет транспорт в Твери и Калининском районе. Об этом наш следующий сюжет. Синие автобусы с логотипом «Транспорт Верхнеболжье» выйдут на маршруты уже с февраля 2020 года. Они будут не только приятны глазу, но и функциональны. Система климат-контроля, приборы навигации, видеонаблюдение, электронные информационные табло и системы безналичной оплаты проезда. Все это будет в каждом автобусе, курсирующем по Твери и Калининскому району. Игорь Рудени на совещании, посвященному этому вопросу, отметил, что качественная система организации пассажирских перевозок – это ключевой элемент развития региона, культуры и общества. И сейчас перед правительством области стоит задача – организовать систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона. Такое комплексное развитие, мы считаем, даст возможность не только навести порядок, но и существенно поднять качество слуг, оказываемых населению. Самое главное, что беспокоило жителей агломерации – все действующие маршруты будут сохранены, уверяет областное правительство. Даже больше. К нынешним существующим добавится еще несколько. Это позволит соединить между собой новые микрорайоны – Новый город, Авиатор, Радужный и другие. Дополнительные автобусы будут курсировать и в шести населенных пунктах Калининского района. Это позволит увеличить количество рейсов на 32%, а число пассажиров – на 18 тысяч человек. Кроме того, правительство возьмет под контроль оплату поездок. В октябре некоторые перевозчики подняли ее стоимость до 30 рублей, что было расценено управлением антимонопольной службы как сговор. В их отношении возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции. Новая модель пассажирских перевозок подразумевает введение регулируемых тарифов и льготного проезда на всех маршрутах. Помимо этого, правительство позаботилось и о маломобильных гражданах. Теперь каждый автобус будет оснащен специальным оборудованием для перевозки колясочников. Сейчас они сталкиваются с некоторыми трудностями при использовании общественного транспорта. Светлана Козлова, депутат Тверской городской думы, рассказала нам, что буквально на днях 40 минут прождала на остановке автобус. С внедрением новой схемы маршрутного движения, конечно, я думаю, что проблема будет решена. Тем более, что заявлено, что все автобусы будут низкопольными, приспособленными для маломобильных граждан. Тем более, что к этой группе относится очень большое количество людей. Это не только люди с инвалидностью на колясках, это и пожилые люди, мамы с колясками, с детьми. Хорошо, что будет сообщение по всему городу, потому что сейчас тоже такая проблема существует, что если другие еще могут как-то другим транспортом воспользоваться, даже на машине доехать, то на коляске это проблемно. Неудобные автобусы, неконтролируемые цены, опасное вождение. Все это с февраля 2020 года уйдет в небытие. Жители Твери ждут внедрения новой системы пассажирских перевозок. Говорят, станет намного удобнее и комфортнее. Насколько я знаю, будут учитываться, так сказать, интересы льготников. В общем-то, это хорошо, потому что сейчас, насколько мне известно, сколько раз видел, инвалидов маршрутчики даже не сажают. Проезжают мимо, как будто их и нет. Так что это хорошо. Очень важно, чтобы сохранились маршруты, которые привычны всем таверичанам, и чтобы за рулем этого транспорта были люди, которые беспокоятся за здоровье людей, не работают за деньги, чтобы не гонятся за прибылью. Чтобы главное было здоровье и безопасность. У нас цены разные в маршрутках. То есть заходишь в одну, там 30 рублей, в другой 25. А так везде будет одна цена. Во всяком случае, в этом смысле будет без сюрпризов. Зашел, заплатил, все хорошо, и не беспокойся о цене. Кроме того, правительство внедрит меры по повышению доступности социальных объектов. Планируется увеличить количество рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продлить время работы транспорта.